МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В целом поговорим. Сегодня у нас в студии Гуртова Татьяна Николаевна, уполномоченный представитель собственников жилья Менделеева-37. Здравствуйте. И Скирневская Лариса Витальевна, заместитель управляющего директора управляющей компании ЖКХ «Сервис». Здравствуйте. Давайте сразу послушаем ваших старших по домам. Одно из собраний у вас было. Там мы побеседовали, пообщались. Давайте послушаем. Собрание жителей домов, обслуживаемых компанией ЖКХ «Сервис». Люди живо обсуждают свои вопросы с коммунальщиками. В работе ЖКХ «Сервис» их все устраивает. Мы недавно пришли работать в управляющую компанию ЖКХ «Сервис». Это наша старая компания, мы вернулись к ним. Все условия, которые необходимы для работы с управляющей компанией, нам предоставлены. Во-первых, постоянно работаем с инженером, с мастерами. Очень хорошо работает диспетчерская служба. Взаимодействуем с другими представителями управляющей компании. Все рекомендации, которые мы предоставляем управляющей компании, выполняются. Работает хорошо вывоз мусора, также дворник. Очень хорошо работает сантехник. На нашем доме уже произведен ремонт и замена окон на пластиковые. Мы планируем также ремонт двух подъездов и ремонт теплового узла. На обслуживание к другим УК жильцы переходить не хотят. Мы сделали все, чтобы нам остаться в компании ЖКХ «Сервис». И об этом не жалеем. Нам очень нравится работать. Вот лично мне, как уполномоченным, очень нравится работать с этой компанией. Здесь ответственные люди. Всегда посоветуют, что и как сделать. Я представитель уполномоченной недавно. Поэтому мне очень помогают все обслуживающие персонал, инженерные работники. В нашем доме очень хорошо работает сантехническая служба. Дворник у нас хорошо работает. Мы довольны их работой. Это основной костяк, который обслуживает дом. У нас в хорошем состоянии подвал, в хорошем состоянии двор. Конечно, нужно еще много приложить усилий, чтобы было еще лучше. Мы это стараемся делать. Управляющие компании ЖКХ «Сервис» ценят мнение жильцов и готовы внимательно выслушать омичей и принять меры. Ну, это пришедший дом, да, скажем так. Это вообще в целом взаимодействие с вашей управляющей компанией. Но вот раздается в адрес ваш и других компаний критика. Ну, это справедливая критика или несправедливая. Сейчас мы это будем решать, но тем не менее. Критика о том, что бросаете дома. Вот, по управляющей компании ЖКХ «Сервис» нам звонят периодически дома, вот эти двухэтажные, трехстарые в нефтяниках, представители их, жители. И я, когда начинаю расспрашивать их, как правило, люди не знают, кто у них старше по дому, как платят, как оплата. Потому что, ну, для меня дико. Обычно к нам в программу обращаются жители домов, у которых, скажем так, действуют две или три управляющих компаний. Идет драка, двойные квитанции, а вот двойные квитанции присылают, драка за дом. А вот чтобы так вот звонили о том, что вот уходит управляющая компания, это бывает редко. И это, как правило, дома-неплатильщики. Вот как у вас это происходит? Ну, во-первых, мы никакие дома не бросали. Мы собрали, ну, ни для кого не секрет, что это бизнес, да, что это рентабельно неинтересные дома. Мы их собрали и предложили поискать для себя другие управляющие компании, которые будут управлять этими домами. Почему мы это сделали? Значит, когда в ЖКХ сервис было полторы тысячи домов, и мы являлись монополистом, по сути дела, в советском районе, да? Когда-то было такое. Когда-то было, да. То эти дома были для нас не столь заметны. Мы их обслуживали и обслуживали, да. Хотя, смотрите, у них совершенно экономически необоснованная структура тарифа. Проще говоря, они хотят платить мало. Или вообще не платить. Или вообще не платить. А чтобы сделали... Услуги много. Очень много. Причем цены на все дома-то одинаковые, да. Если ремонт кровли стоит на девятиэтажном доме, или на пятиэтажном, на двухэтажном, там он приблизительно одинаков. Лариса Витальевна, пять секунд. Я хочу спросить. Там же все-таки, знаете, система подготовки к зиме и так далее. А развивание муниципалитету должны сообщать и отдавать эти дома на следующий конкурс? Или как вот это происходит? Ну, мы, смотрите, мы, чтобы не обидеть их особо, примерно два с половиной месяца назад мы их собрали и объяснили им ситуацию. Что, смотрите, сбор за год. У вас на доме, предположим, там, ну, 10 тысяч, да. А работы мы должны выполнить на 120 тысяч. Но нет у нас на сегодняшний день. Ну, не бывает, что есть. Да. Мы не волшебники. Деньги у нас только собственников. Других денег у нас нет. Поэтому, ну, вот так. Либо давайте мы с вами примем либо городскую структуру тарифа, либо вы можете сами определить, да, сколько вы будете платить квартплату. Нет, но вы же доводите рентабельный тариф до них. Безусловно, а как же. А он гораздо выше, чем на многоквартирных домах, правильно? А он по-другому и не бывает. Да, смотрите, на этих домах по структуре тарифоплата должна быть гораздо больше, чем на девятиэтажных домах. Потому что он меньше дом. А работу нужно выполнить много, по сути дела. И стоимость работ тоже. Вот такая же, как и на всех остальных домах. Так же узел, так же система отопления. Так все, которое нужно приводить в порядок. То есть их никто не датирует? Это не льготники? Конечно, нет. Никакой дотации нет. Ничего нет. Люди приватизировали жилье. Они являются хозяевами собственного жилья. Как равное и хозяева. Вот смотрите, вы приняли решение, что вы с ними расстаетесь. Как вы их, куда вы их отправляете? Мы предложили им выбрать для себя управляющую компанию, какую они хотят. 80% из этих домов принесли нам протоколы. То есть они порешали вопросы с другим управляющим компанией. Принесли нам протокол, что они расторгают с нами на добровольных, скажем так, началах договорные отношения. И перешли в другую управляющую компанию. Мы расторгли с ними договор, вернули все деньги, которые у них там были или не были, что у них там было. И, в общем-то, прощались. А 20% домов остались и сказали, мы никуда не пойдем, вы обязаны нас содержать. Ничего мы никому не обязаны, вообще по большому счету, содержать. Ну что? Сейчас рынок. Рынок, да. Рынок, рыночные отношения, бизнес и все это вот таким образом. Поэтому я думаю, что вам звонят именно с числа тех домов, которые у нас на самом деле. Как правило, там очень много у них платильщиков. Сколько долги у этих домов? Вы знаете, большие долги. Там есть люди, которые по истечении трех лет, за сроком давности уже эти долги списываются. Они все купят и купят. И сейчас большинство людей, которые живут в этих квартирах, они уже поняли это. И говорят, да у меня вот через месяц уже три года наступит, да, если меня все равно спишут эти долги. И почему мы должны вам платить. А мы-то обслуживаем дом в любом случае, да. То есть дворнику мы платим полностью зарплатную. Мы же не с фактически отработанных денег. Если по текущему ремонту готовим дом, то тоже в полном объеме. Кроме всего прочего, мы делаем и начисления на текущий ремонт. То есть на текущий ремонт деньги делаем и работы планируем по начислению. Не по факту, сколько заплатят, а именно по начислению годовому, да. Мы сделали этот текущий ремонт полностью целиком, предположим, на 10 тысяч. Ну, совершенно приблизительно, да. А оплатили нам только 4, а остальные деньги, извините, да. То есть мы вот таким образом. Поэтому управлением было принято решение вот снять с управления вот эти дома. Поэтому вот так получилось. Сколько мы их не призывали. Мы же с ними работали. Мы их уговаривали. Мы говорили, что вы либо работаете с неплательщиками, пожалуйста, чтобы они оплачивали. Либо повысите структуру тарифа, чтобы на текущий ремонт у вас денег было запланировано больше. Но, к сожалению, они нас не услышали. Ну, и вот это такое решение. А вообще хочу сказать еще, да, пользуясь случаем, что вообще запущена-то это не нами была, да, ситуация. Вот по развалу ЖКХ, по отделению домов, да, управдомам и всем прочим. Это было же сделано экс-управлением, да, ЖКХ-сервис, которое было. А мы уже, скажем так, вот плоды пожинаем. Пожинаете плоды. Да. Ну, так не может быть, чтобы мы их пожинали и пожинали, пожинали и пожинали. Тем более, что наши уполномоченные стали крайне возмущаться, что что на математике домах. Сейчас я спрошу у Татьяны Николаевны. Да. Ну, наверное, Татьяна Николаевна еще дополнит, скажем так. Дополнит, да. Мы разговаривали до программы. Татьяна Николаевна, почему вы против? Почему вы за у ЖКХ-сервис? Они же дома бросают. Вот так же говорят. Вот вы понимаете, нам с управляющей компанией очень комфортно работать. Я 7 лет уже как старшая по дому. Мы сделали за этот период времени все, причем для наших собственников, бесплатно, не собирая ни единой копейки. Мы сделали пластиковые окна, светодиоды поставили, у нас улица. Но это за счет текущего ремонта. Да, это все за счет текущего ремонта. Извините, почему, когда у нас есть деньги наши на доме, мы планируем на них, располагаем ими, и почему мы должны отдавать на маленькие дома? Вы же понимаете. То есть, если убыточный дом, вы вынуждены перераспределять? Ну, понятно, что, конечно, на каждом доме есть свои деньги. Но компания-то одна расчетничает на свои деньги. То есть, вы как раз и подтолкнули их к этому? Понимаете, еще такой вот вопрос. Очень много компаний сейчас пытаются, когда видят, что дом уже в идеальном порядке, прекрасный. Эти дома вот никто не берет. Естественно, на те дома почему-то желающих нет. А на такие, вот как мой дом, ко мне ходят буквально каждый божий день. По телефону, по домофону. Каким образом номера узнают, тоже для меня непонятно. Вопрос. И почему бы такие дома не прибрать, которые уже... Почему они не видели, когда, не будем уже говорить о плохом, дом, когда дом был в очень печальном состоянии. Мы кольцевые. И наш дом очень был проблемный. Сейчас наш дом везде пиарят. Потому что дом прекраснейший. У нас и канализация поменена, и все и по теплу мы сделали. КХ-сервис. Это, естественно, непосредственно сделали все же КХ-сервис. И теперь желающих. А теперь желающих очень много. И мы, как собственники, против такой затеи, чтобы к нам приходили вот такие товарищи. И что еще, пользуясь случаем, хотела бы сказать про мусор, которые рядышком дома, которые ушли на уют, солнечный берег и так далее. Их очень много ходят и носят мусор на наши помойки. Будем так говорить. Или санустановка. Как ее лучше назвать? Ее в народе и так, и так говорят. Управляющая компания. Мы отдельную программу будем делать, я думаю. Там много вопросов. Ну, возможно, если будет отдельно, то мы расскажем более раскрыто. Да, да, да. Вот сегодня, буквально, вы вывезли, только крупно говорит, не прошло и часа, как соседние дома вновь наносили. Вопрос, почему? Больная тема. Почему? Вот вопрос, почему? Нет, ну, у меня вот мама живет в доме, где обслуживают уют. И нормально там тоже. Они страдают. Значит, этому дому повезло? Что еще могу сказать? Нормально. Две мусорных установки. Коробка четыре дома. И вот две мусорных установки, каждое утро вывозят там, все нормально. Ну, у нас возятся вообще без вопроса. И крупногабариты, и ежедневный мусор. Нет, ну, тут, видите, тут винить управляющей компанией, может, и не стоит. Тут больше надо с жителями работать. Они так привыкли, они привыкли, что с советских времен там у вас мусорная установка, туда носить, да? Ну, извиняйте, мы за это оплачиваем. Ну, значит, автоматчиков надо ставить. Если нужно, значит, автоматчиков. У нас на доме денег достаточно. Я утрирую, может быть, освещение сделать. Освещение в доме есть у нас. Я имею в виду, камеру там поставить, чтобы видно было, кто носит. Потом в суд подать. Будет очень болезненно смотреть, кто это носит. И я думаю, что тогда дойдет уже до более серьезного. Ну, а куда деваться? Нет, люди же практичные. Я вот субботник был, я ругался. Директора школы привлекал. Сейчас, конечно, ужас, кто в школах там учится. Эти дети, это все. Они директора не слушают, вообще не воспринимают его. Не говоря уже посторонним. Да, то есть этих детей надо, ну, как сказать, арестовывать и увозить куда-то. Ну, это мое мнение. То есть несколько классов. Вот такие есть детки. Они носят мусор на ближайший двор. Понимаете, им сказали там к дороге носить. А они носят ближайший двор, и там все это высыпают вот субботник. Это субботник. Это головная боль. И я поэтому и говорю, если уже, ну, скажем так, дети-то вот это все, то взрослые еще более расчетливые. Но они же прекрасно понимают, что это за... Если они у себя оставят, это за их счет будет вывезено. А если к вам принесут, за вашу. Конечно. То есть сейчас все стали считать деньги. Особенно большие проблемы это, где соседствуют многоквартирные дома рядом с частным сектором. Ну, у вас вроде этого нет, да, сейчас? Слава богу, этого нет. Да, то есть там еще больше проблем. Частный сектор вообще считает, что он не должен никого не вывозить. Он считает, что живет при коммунизме. Отнес на соседнюю помойку, на соседнюю санустановку к большому дому девятиэтажки. И все, и все в порядке. Ну, тем не менее, у нас вопрос сегодня немножко не об этом, а вопрос о том, что рентабельные дома обслуживаются, а нерентабельные дома должны приходить к какому-то консенсусу, получается. Потому что жители, вот Татьяна Николаевна прекрасно говорит о том, что не должны они за ваш счет жить, правильно? Естественно. Они же вас истребуют с управляющей компанией. Почему вы? В чем дело? Почему? Ну, что истребуют? Ну, истребуют, что давайте покидайте эти нерентабельные дома. Сейчас же, если раньше управляющая компания была более, скажем так, закрытая система, еще лет 7 назад, да, сейчас все прозрачно. На сайте вся информация, ну, где-то кто-то что-то пытается там скрыть. Но, тем не менее, и еще такой аспект, насколько я знаю, вот жители этих домов, они очень активно, у которых как бы нерентабельные, приходится вам с ними маяться, они и уходить не хотят, и платить не хотят. Вот. Они очень любят писать в жилищную инспекцию, жалобы, потекла кровля. Жилищная инспекция приходит, смотрят, предписания выписывают. А какими деньгами, если у них нет на текущем? У этих домов? У этих домов. То есть, естественно, они с больших, таких, вот у нас 100% идет сбор платежей. Мы отработали 16-й год на 100,4%. Естественно, с каких домов? С наших. А нам зачем такие дома? Мы стараемся, мы работаем, работаем с собственниками, все это собираем копеечку для себя, но никак не для таких домов, которые, извините, не хотят вообще ничего. Им только нужно дайте. А сами они к этому ничего, никаких усилий не предпринимают. А как вы вообще выживаете? Я вот сейчас подумал. Как вы вообще выживаете? Еще же УДН. У нас УДН очень маленький по сравнению с другими. Ну, я и про это и говорю. У нас по среднему очень маленький. Вот у нас на Менделеево 37, 2,28. Это идет на... Понимаете, это вообще не отчет. А ресурсники же с вас спрашивают-то. Ресурсники, конечно, наборочные компании снимают одной суммы, деньги со счета за УДН в силу принятого федерального закона. У нас все оформлено правильно. Мы, прежде чем приняли такое решение, мы собрали все документы. А на этих домах с УДН как? Ну, вот которые уходят. Вы хотите уйти. С которых мы хотим уйти. Смотрите, УДН зависит еще и от того, насколько собственники грамотно, вовремя и дисциплинированно собирают показания. Со счетчиков. Со счетчиков, да. То есть там же общедомовой счетчик за минус сумма индивидуальных приборов учета. Вот это вот УДН. И если собственники не сдают вовремя эти показания или не пускают себя в квартиру, как многие жалуются, уполномоченные. Да, такое бывает часто. А что пришли, мне сказали, нет, я не пущу тебя в квартиру. Совершенно верно. С работы ушла. Поэтому и УДН большой, да. Если бы вот навести этот учет, и я всем сейчас говорю, что они приучают нас к порядку, к дисциплине. Давайте мы с вами организуемся и будем вовремя сдавать показания индивидуальных приборов учета. Для того, чтобы снизить этот УДН. Но люди пока, к сожалению, тоже не совсем готовы. Понятно, что УДН большую жизнь кому-то будет. Тогда все будет. Нет, это понятно. Я об этом и говорил, я своим жильцам говорю. Если будете друг друга уважать, а не гадить друг другу на голову, то у вас и платежи будут меньше. Ну, это отдельная тематика, скажем так. Вот я для себя еще не понял. Вот эти дома, они же очень старые, ветхие и аварийные. Почему их не признают ветхими и аварийными и не расселят этих бедных людей? Ну, вопрос и не ко мне, наверное. Ну, это да. А вы вообще уже вынуждены были заниматься? Во-первых, изначально, когда люди приватизировали эти квартиры, и нам с вами тоже в том числе, мы не думали о том, что мы берем в собственность. Наверное, государство должно было их отремонтировать и уже, скажем так, передать собственность. Этого не произошло. И люди по незнанию приватизировали квартиры. То есть, на сегодняшний день являются собственниками этих квартир. И понятно, что они обязаны, поскольку это их частная собственность, содержать их за свой собственный счет. Но они собственники не только отдельно взятой квартиры, но и подвала, и кровли, и чердака, и лестничных клеток, и всего-всего прочего. Я всегда говорил, да, и говорю, что это вы жители унифицированного общежития. Не таких общежитий, которые совсем-то умирают у нас, а все мы жители унифицированных, можно сказать, общежитий. То, что у вас своя частная собственность, это, конечно, хорошо, но без общих коммуникаций у вас не будет ни света, ни газа, ни воды, ничего. А большинство коммуникаций, большинство общедомовых территорий, это у вас вместе, вы все обслуживаете, вы все должны оплачивать вместе. И поэтому, если кто-то хочет, вот он говорит, там, я, вот у нас тоже там есть много на доме, когда собираешь подписи, тоже, да, мне все равно, не лезьте ко мне, не стучите в дверь. Такого не бывает. Вы сами себе делаете больше УДН и все остальное. Если хочется жить в отдельном доме, это вы должны купить отдельный дом и в нем жить. Вот тогда это ваша частная абсолютно обслуживаемая вами только территория, ваш дом, ваши квадратные метры, там с вас будут спрашивать сами себя за УДН и за все остальное. Совершенно. А здесь жилых и нежилых помещений. Да, нежилых. И вот мне что-то подсказывает, очень много солнцеподобных ребят на джипах продолжают жить в многоквартирных домах, имея деньги, чтобы как бы жить отдельно, да, за городом. То есть они прекрасно понимают, что этот дом, который свой, да, надо очень дорого обслуживать, а здесь все делает управляющая компания. Как правило, такие ребята оплачивают только по суду, накапливая за полгода долги, но у них есть юристы. А у нас, вот понимаете, жизнь, как бы мы с вами мучаем сами, а вот жизнь пьяниц и маргиналов, она очень похожа на жизнь богатых и солнцеподобных. А те и другие существуют вне общества и желают на это общество, так сказать, плевать. Вот. И те и другие платят только по суду, но эти вообще ничего не платят. С ним взять нечего. И до сих пор их нельзя выселять. Они тянут за собой весь дом и за них УДН платят бабушки мои любимые. У нас очень добрые депутаты Государственной Думы и очень добрая, так сказать, власть, она решает проблему вот этих пьяниц за счет бабушек. Не сами, они власть платят, власть не будет сама платить. Она что, дура, что ли? А вот решает за счет бабушек. Чем? Тем, что нет закона о выселении. Потому что они гуманные, добрые. Вот пусть бабушки социальный взрыв, так сказать, своими, так сказать, телами, своими деньгами и решают. Ну вот эта вот позиция, мне кажется, она утопическая. Бабушки все меньше и меньше справляются с плачевами. Да докажите, что я должен. А так таких квартир полно. У нас вот отключали. По суду оплачивают. Ну это тот, который на джипе, который докажите. Да нет, это не джип. А выпивающие, они просто, ему отключили свет, он опять его подключил и все. И только не боится. И только, да что им бояться Господи. Там уже все просто у него в жизни. И поэтому вот такие проблемы мы испытываем. Но скажу так, что иждивенчество кончилось. Да. И все. И больше государство ему плевать. Оно отдало все на откуп людей. Сейчас самоуправление. И поэтому каждый должен понимать, что он платит и за себя. И тот алкоголик, который все ворует и все как бы подключает, платит все за него. Вот так. Ну скажем, что мы сегодня рассмотрели не все вопросы. Но тем не менее мы поговорили о том, почему управляющие компании отказываются от некоторых домов. Ну, а в завершении программы я хотел бы спросить, вот еще раз, почему вы остаетесь с компанией ЖКХ-сервис? ЖКХ-сервис одна из самых лучших компаний в городе Омске. Деньги на доме есть, делают все вовремя. Вот у нас 17-й год, вроде бы казалось бы только еще начало. Там Новый год, январский, февраль, маленький месяц. И в общем-то еще мы первое полугодие не прожили. Но у нас уже идет замена труб розлива горячего водоснабжения. И объем очень большой по дому. Вот мы в 16-м году заменили два подъезда, в этом году уже два меняем. Да, уже меняется. Буквально еще два дня, и у нас это будет все сделано. То есть деньги, ЖКХ-сервис есть, компания очень грамотная, специалисты все на своих местах. Нам с нами очень легко, удобно. Аварийная ситуация, будем надеяться на то, что их как можно меньше будет, но они все равно случаются. Вы сами понимаете, это жизнь такова. Нет, ну это понятно. Все вовремя. Все специалисты, все квалифицированные. С любым вопросом обратишься, все вовремя, быстро, грамотно. Поэтому нам с ними очень легко и просто. Побольше в таких компаний. И опять же, пользуясь случаем, очень даже прошу, что не надо компания. Если все-таки вы решили взять какой-то дом, вы возьмите его с коленей, поднимите, и он будет ваш. А такие, как наши дома, хорошие, большие, платежеспособные, оставьте в покое. Там, где мы уже живем. Ну это я сразу вам скажу, это все мимо. Жаль. Так, там выделяются определенные средства на подкуп других ваших вот несогласных старших по дому. Там эта система отработана многими управляющими компаниями. Так что здесь благие пожелания, да, конечно, но я думаю, что больше должны, ну я не знаю, госжилинспекция тоже, как ей это все отрегулировать. Но пытаются регулировать с помощью лицензии. Я вот буду рассказывать, мы будем встречаться с господином Плисовым, но это будет отдельная программа. Ну а Ларису Витальевну я хотел спросить в завершение, что вы будете все-таки делать с этими домами. Вас за них будут дальше критиковать. Вот еще раз, я механизма не понимаю. Вы должны эти дома, которые вы вынуждены оставить в силу того, что они не рентабельны, вы эти адреса все должны в округ отнести, в муниципалитет или как это? Как это все происходит? Мы снимаем приказом. Конечно, муниципалитет знает об этом. Мы тоже говорили, Владимир Васильевич ездил туда, встречался с Синьковым. То есть они это все оговаривали. И нас понимают, в общем-то, очень даже хорошо. Ну понятно, что они их тоже не знают, куда девать. Но сейчас они должны активироваться. Мы их все равно обслуживаем. То есть надо понимать, что мы их не бросили. Все аварийные заявки мы выполняем. И вообще заявки, которые поступают, мы просто не управляем этим домом. Они были у нас на непосредственном управлении. А по договору мы имеем право в одностороннем порядке расторгнуть договор. Потому что они не выполняют свои условия договорные. А мы выполняем, и мы не в силах выполнить ряд условий. Поэтому мы расторгаем с ними договоры. Ну все на свете вы сделать не можете. Ну мы не волшебники. Да. Ну в завершении нашей программы хочу поблагодарить Скирневскую Ларису Витальевну, заместителя генерального управляющего, управляющей компанией ЖКХ-сервис. И Гуртову Татьяну Николаевну, уполномоченный представитель собственников жилья Менделеева 37. Да, спасибо вам, что пришли. Вот так откровенно рассказали, пожелания высказали. Но я думаю, может быть, кто-то и прислушается к нему. Ну а в целом могу еще раз сказать, еще раз, чудес не бывает. Это ваши дома. Если большая часть жильцов не оплачивает, то вы и не найдете нормальной управляющей компании. Надо работать с должниками. Ну а на этом программа «Управдом» на сегодня закончена. Всего доброго и до встречи. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»